Здравствуйте! Сегодня с вами будем делать консервированный кабачок под ананасы. Для этого нам понадобится кабачок, ананасовый сок, сахар, лимонная кислота и ванилин. Сейчас мы будем резать. Вот он у меня уже почищенный, будем резать его. Режем не совсем толстые, но и не тонкие. Миллиметров 5-7. Вот порезанные 5 миллиметров 5-7. И вот серединку уберем и выдавим. И так весь кабачок обработаем. Все мы очистили кружочки. И вот большие, вот они прям большие, куда их так. Я разрезаю на 3 части, они помельче будут. А которые будут маленькие кружочки, мы их разрежем на 2 части пополам. А это мы так разрежем с вами. Все кабачки под ананасики мы срезали. Теперь наливаем сок, пол литра. Можно даже больше, так как. Сок ананасовый мы налили. Высыпаем сюда стакан сахара. Пол чайной ложечки лимонной кислоты. И чуть-чуть, прям маленечко-маленечко ванилинчик. Вот так вот ванилина, прям на кончике ножа. Все, сейчас мы размешаем. И высыпем наши кабачки. Если будет маловато сиропа, то мы еще добавим на масло сока. Высыпаем и отправляем вариться на 15 минут. 15 минут будут они у нас вариться. Соком их полью, сиропчиком. Отправляем на печь вариться. Наши кабачки, как ананасы, сварились. Проварились 15 минут. Сейчас мы их будем раскладывать в стерилизованные банки. Банки обязательно нужно простерилизовать. Какие красивые, прозрачные получаются. Мы их сейчас разложим, а потом зальем сиропом. Разложила, залила все наши ананасики. Прямо сверху, чтобы была жидкость. И сейчас мы будем все это закручивать. И переворачиваем, чтобы у нас не протекало. Ничего не протекает, значит закручено очень хорошо, герметично. Еще наши крышечки присосутся и будут хорошо выглядеть и храниться дольше. Наши ананасики готовы. Как остынут, можно употреблять. Приятного аппетита! Всем пока. Продолжение следует...